Сейчас на связи со студией Наталья Гуменюк, начальник Объединенного Координационного Пресс-Центра Силы Обороны Юга Украины. Здравствуйте! Здравствуйте! Слава Украине! Добрый день! Героям слава! Хотели бы начать разговор с оперативной обстановки на юге, в Черном море. Какое количество ракетоносителей вывел враг? Сколько их на сегодня? По состоянию на данный момент враг наращивает присутствие ракетоносителей. Если с утра был всего один малый ракетный корабль, снаряженный восьмью ракетами, теперь два ракетоносителя, добавился фрегат Адмирал Макаров, который тоже несет на себе восемь ракет. Таким образом, общий залп составляет 16 ракет. И такую активность врага мы оцениваем как высокий риск ракетной угрозы. Поэтому еще раз всех призываю быть очень внимательными к предупреждению о воздушной тревоге и выполнять все действия по алгоритму. Сбитый позавчера вражеский Су-35 на юге. Есть ли какие-то детали? Была ли со стороны врага поисковая операция? Что можно рассказать об этом? Основные детали во время военных действий – это, в принципе, тщательно взвешенные и те, которые не вредят дальнейшей операции. Уничтоженный вражеский самолет – это не всегда законченная операция и уже праздноваемая победа. Мы говорим о том, что вражеских летных единиц стало на одну меньше, но операция еще не завершена. Поэтому мы не раскрываем пока всех деталей, но обязательно поделимся ими, когда будет можно. Хотелось бы узнать от вас об активности российской армии на юге. Вот действительно ли враг подтягивает туда войска? Каких атак стало больше – с воздуха или наземных? Враг продолжает активно использовать небо, активно в смысле применения тактической авиации и сброса управляемых авиационных бомб, которые приносят, к сожалению, очень много разрушений, в том числе и ранения мирным жителям, и погибшая семья – это тоже очень тяжелая утрата. Поэтому в этом этапе мы говорим, что наша боевая работа по сухопутью способствует тому, чтобы обстрелов стало меньше. И если анализировать несколько предыдущих дней, то количество обстрелов за день от 50 до 70 – это меньше, чем до этого неделя была, где было 80-100 обстрелов за день. Но враг постепенно реанимирует свои возможности, маневрирует оружием и средствами боевыми на левом берегу, изыскивает новые позиции, подкатываясь, обстреливает, снова ретируется. Но мы продолжаем свою боевую работу. И уничтоженные нашими подразделениями ракетно-артиллерийскими тяжелая артиллерия врага, крупнокалиберная и реактивная система залпового огня, и склады с боекомплектом очень существенно сказались именно в пользу уменьшения количества обстрелов. Хотя враг очень часто, уменьшая обстрелы на одном направлении, возобновляет их с большей силой на другом. Поэтому в любом случае жителям прибрежных, правобережных населенных пунктов нужно это понимать и не игнорировать сигналы с предупреждением о начале обстрела. Российские военные проводят так называемую перепись населения в Херсонской области, ищут местных жителей, которые еще не оформили российский паспорт, не хотят его оформлять. И, кроме того, Госдума узаконила депортацию украинцев в временно оккупированных территориях, и в том числе из-за отсутствия российского документа. Что известно сегодня об этой их паспортизации на Левом берегу? И есть ли факты уже незаконного перемещения местных жителей? Максимальная активность врага связана как раз с перемещением местных туда, где дислоцируется их подразделение. То есть они переносят свои пункты управления, базы основные глубже, в тыл Левого берега, и туда же перевозят местных. При этом по дороге, пытаясь их насильницки действительно паспортизировать, максимальное количество блокпостов тоже как элемент психологического воздействия, когда на каждом блокпосту вас держат по несколько часов, переводя усиленно в состояние российского гражданина таким вот способом психологического воздействия. Постоянные обходы подворовые, действительно перепись населения ведется для того, чтобы констатировать наличие мобилизационного ресурса, то есть людей мужского пола призывного возраста. Это все свидетельство того, что врагу необходимо держать под контролем, максимально под контролем населения временно оккупированных территорий, потому что они очень существенно ощущают силу движения сопротивления. Партизанская борьба не меньше доставляет им неприятностей, чем наш оккупационный контроль. Хотелось бы поговорить об экоциде, который проводит оккупационная армия в Украине. Российские войска засыпали песком полосу воды между материком и островом-заповедником Джерлгач. Превратили его фактически в военный полигон, его экосистема, российская оккупационная армия, просто безжалостно уничтожает. Об этом стало известно буквально несколько дней назад. Такая же судьба, ранее постиглая при Азовске национальный природный парк, там проводят и артстрельбы, уничтожают животных и вырубают лес. Скажите, есть ли подробности военных учений, проводимых на острове, например? К сожалению, такой глубокой аналитики у нас нет. Мы знаем, что да, действительно, они разворачивают там свои полигоны, проводят обучение личного состава, разворачивают и вырывают боевые пункты, пункты боепостачания, которые разворачиваются в полевых условиях. Это всё действительно вредит природе, и также их тактика направлена на наше понимание, на наш гуманизм, на наше осознание международного гуманитарного права и такого эмпатийного отношения к своим территориям. Но разворачивая там боевые базы, они надеются, что мы не будем помбить заповедники, поскольку проявим такой гуманизм в отношении к экосистеме, к животным. Да, действительно, Украина и силы обороны Украины не наносят удара по тем объектам, которые имеют чрезвычайную ценность, как энергетическую, так и природную, экологическую. Но мы всё равно найдём способы для того, чтобы выбить врага из этих территорий. На прошлых выходных очередной транспортный борт из Ирана приземлился в РФ. Вероятно, это была очередная партия шахедов. Накануне враг в поисках ПВО не жалел беспилотников. 20 удалось уничтожить. Можно ли спрогнозировать направление следующих атак на ближайшие дни? Делать прогнозы, это неблагодарная работа на самом деле. Мы опираемся на аналитику, мы понимаем приблизительно направление мысли врага, но также делаем поправку на ветеровых головах, извините за такой каламбур. Потому что видим, что они пытаются с помощью более дешёвого вооружения выведывать расположение сил обороны, конкретно противовоздушной обороны. А затем используют ракеты воздушного и морского базирования для поражения уже конкретных целей. Среди этих целей как раз есть и сами системы противовоздушной обороны, и логистика наша. То, чего они очень боятся, это места сосредоточения военной техники, партнёрской обороны. Накануне вы сообщали, что россияне вывозят из Крыма всё, что может быть ценным для международного трибунала. Я так понимаю, документы, какие-то доказательства их преступлений. А также продолжают вывозить и ценные вещи. Вывозят свои семьи, членов семьи, детей, жён. Какой масштаб этого выезда? Есть ли сейчас очереди к Керченскому мосту? Эта ситуация практически устойчива, очереди там сохраняются. Тем более, что сами же оккупанты усложняют пересечение этого архитектурного объекта время от времени, ограничивая пропускную способность его, потому что действительно и технически он не абсолютно реанимирован после тех неприятностей, которые с ним случались. И также он в преимуществе используется всё-таки для манёвров сил и средств военного назначения. Поэтому очереди как через Крымский мост, так и в объезд по материковой части трассы достаточно загружены. И этот процесс, он достаточно распределён во времени, потому что люди постепенно осознают, что действительно выезжать придётся и пытаются это сделать в максимально безопасный способ для себя, пока чувствуют, что ещё успеют. Вероятно, выезжать будет проще и легче, чем потом переплывать, судя по всему. А что наблюдается на военных базах, аэродромах? Фиксируется ли перемещение техники, топлива? Они тоже постоянно маневрируют, потому что понимают, что примеры у них перед глазами очень яркие во всех смыслах. Это и горящие резервуары с топливом, и полающие авиабазы. Они пытаются рассредоточить те силы и средства, которые у них есть, и постоянно менять места дислокации. Их особенно напрягло то, что для мировой общественности стала достаточно открытой информация про места нахождения баз на Крымском полуострове. И в связи с этим у них сейчас повышенная такая мобилизация в связи с постоянным движением, перемещением. По крайней мере, две ЧВК, это Таврида и Левадия, создали в Крыму оккупационные власти. Скажите, какие у них функции, каков состав, какая численность? Мы анализируем силы врага для того, чтобы понимать, как качественно им противодействовать, а не для того, чтобы это провослушать в открытом эфире. Это все-таки информация, которую мы будем использовать для введения боевых действий, и поэтому она несколько ограничена. Ну, я так понимаю, что цифры известны, и когда нужно, скажем, это все будет использовано против самого врага. Спасибо вам большое. Наталья Гуменюк, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины, была в эфире Фридома. Всегда рады вам. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Фридом. Фридом. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.